Субтитры делал DimaTorzok Новый вояка в китайских одеждах состоит в некой тайной организации, грозяясь перед каждым поединком уничтожить противника меньше, чем за 2 минуты. В первый год после выхода Street Fighter V геймеры получат 6 дополнительных бойцов. Получить их можно будет несколькими способами. Первый. Оплати сезонный пропуск на 2016 год за 30 евро. И с первого дня вы получите доступ к 6 новым героям и к эксклюзивным костюмам для них. Второй. Купить специальное издание игры за 100 евро, куда войдет базовая игра и сезонный пропуск. До релиза есть возможность сделать предзакат с 10% скидкой по цене в 90 евро. Третий. Никому ничего не платить, а усердно играть. Дополнять испытания и зарабатывать игровую валюту для дальнейшей бесплатной разблокировки каждого из бойцов. Два минуты. Я закончу тебя в два минуты. 9 февраля 2016 года в продажу поступит обновленная версия хоррора Dying Light. За 60 долларов объявила компания Techland. В нее попадет весь выходивший ранее дополнительный контент. Сама игра станет красивее и в ней появятся новые игровые элементы, режимы, движения. NPC получит новые модельки, искусственный интеллект станет совершеннее, звук объемнее, а интерфейс порадует удобством. Если вы уже являетесь владельцем Dying Light, сможете получить все новшества бесплатно. Достаточно лишь загрузить и установить специальный патч. Стоит также отметить, что в обновленной версии игроки сразу найдут масштабное дополнение в фоллоу, о котором было сказано еще летом. Обладатели сезонного пропуска получат его бесплатно, остальные могут купить за деньги. Музыкально-рельсовый шутер R.E.S. японского гейм-дизайнера Tetsuya Mizuguchi, впервые выпущенный на консолях Dreamcast в 2001 году, в скором времени появится на PlayStation 4. Об этом было объявлено на конференции PlayStation 5 декабря. R.E.S. Infinite будет совместим со шлемом виртуальной реальности PlayStation VR. Обзаведется картинкой в 1080p и получит поддержку 3D-звука. В 2008 году R.E.S. переиздавали на Xbox 360, и игра получила высокие оценки в прессе и стала культовой в определенных кругах. Компания Square Enix сообщила, что бета-тестирование стелс-экшена Hitman от Studio EO стартует 12 февраля на PlayStation 4 и 19 февраля на ПК. Гарантированный доступ в бете получат все игроки, оформившие предварительный заказ. Вместе с этим стало известно, что PS4-версия игры сможет похвастаться эксклюзивным дополнением, в которое войдет 6 бонусных контрактов. Что касается владельцев Xbox One, то для них проведение тестирования не запланировано. Компания Sony сообщила о планах издательства Sega по выпуску приключенческой игры Yakuza Zero. На территории США проект выйдет в коробочном и цифровом формате в 2016 году. В Японии Yakuza Zero вышла еще весной. Главными героями развернувшиеся в 1988 году истории стали Кодзума Киро и Горо. Первым в тот момент было всего 20 лет, а второму 24. Нулевая Yakuza является приквелом самой первой первой части с PlayStation 2, вышедшей в 2005 году. В игре появятся многие персонажи, известные фанатам по оригинальной игре. В рамках прошедшей конференции PlayStation Experience 2015, компания Square Enix представила на суд общественности первый игровой трейлер ремейка легендарной ролевой игры Final Fantasy VII. Особое внимание поклонников в нем привлекла боевая система. Она стала экшеновой, прямо как в Final Fantasy XV, но позволяет управлять не только одним героем. За основу берется только сюжетная линия игры. И если в оригинале многие сюжетные сценки на движке были статичными, сопровождающиеся лишь текстовыми полотнами, то здесь они, как и полагается современным релизом, получат полную озвучку и постановку. В результате ремейк классики выглядит словно совершенно новая игра. Ремейк пока не обзавелся точно датой релиза, сначала он будет выпущен на PlayStation 4. Тони официально анонсировала новую эксклюзив-систему PlayStation 4 от небезызвестной студии Level 5, японская ролевая игра Ninakuni 2 Revenant Kingdom. Несмотря на то, что в официальных промо-материалах игра позиционируется в качестве эксклюзивного тайтла PlayStation 4, многие успели заметить, что на самой конференции возле ее логотипа была представлена надпись «Консольный дебют на PS4», что может свидетельствовать о возможном выходе проекта как на Xbox One, так и на Nintendo NX. Студия Epic Games официально сообщила, что анонсированный в ноябре моба-экшен Paragon выйдет не только на ПК, но и PlayStation 4. Игра предложит битвы с видом от третьего лица. Глубокую тактическую составляющую и прекрасную графику. Платный ранний доступ к проекту игроки смогут получить уже весной. А что касается открытого бета-тестирования, то его планируется провести летом. По словам разработчиков, выход обеих версий состоится одновременно в следующем году. Мандайо Намка официально анонсировали аркадный авиасимулятор Ace Combat 7 для консолей PlayStation 4. Проект обзаведется опциональной поддержкой очков виртуальной реальности PlayStation VR и предложит игрокам ультра-современный артенал оружия и самых грозных врагов за всю историю франчайза. Также подтверждено наличие полноценной сюжетной кампании и многопользовательского режима. В PlayStation 100 состоялся официальный запуск эмулятора PS2 для консоли PlayStation 4. Все игры работают в высоком разрешении, имеют трофей и полный функционал SharePlay. К сожалению, как сообщалось ранее, игры придется покупать заново, так как поддержка диска и классики PS2 не предусмотрена. В стартовую линейку попали Dark Cloud, GTA 3, GTA Vice City, GTA Thundress, Rogue Galaxy. Они стоят по 15 долларов. Также вы сможете купить Twisted Metal Black и War of the Monsters за 10 долларов каждую. До конца этого месяца владельцы шутера Halo 5 Guardians получат от разработчиков из студии 343 большое бесплатное мультиплеерное обновление под названием «Адары Хартографа», который принесет в игру несколько новых карт для Warzone, Arena и BTB. Более 25 новых рэк-паков с оружием, бронёй, эмблемами и, самое главное, редактор Forge, самый масштабный и продвинутый во всей серии. Один из главных компьютерных хитов последнего времени – футбол на колесах – Rocket League. Переберется на консоль нового поколения Xbox One в феврале 2016 года. Версию для приставки от Microsoft пользователи ждут эксклюзивные машины, в частности – Hawk Sticker, альтернативная версия джипа из Halo и Armadilla из Силены в Gears of War. Гейм-дизайнер Тим Шейфер официально объявил о разработке Psychonauts 2, которую фанаты ждут уже более 10 лет. Издателя для своей новой игры, правда, Шейфер так и не нашёл, поэтому она будет создаваться на деньги самих геймеров, а также собственные сбережения авторов и сторонних инвесторов. Всего нужно собрать 3 миллиона 300 тысяч долларов. В центре истории Psychonauts 2, который поможет написать сценарист Portal Eric Wallow, снова окажется Распутин, уже повзрослевший и окрепший психонавт. После описанных в первой игре событий, он побывает в штабе организации, которая послужит ещё и хабом для путешествия по чужим мозгам, и осознаёт свою значимость для неё. Сюжетную часть планируют вернуть не только некоторых старых персонажей, но и добавить совершенно новых. Количество экстрасенсорных способностей героев увеличится, что положительно отразится на решение загадок и процессе раскрытия своих инвесторов. Американская студия Telltale Games объявила о работе над приключенческой игрой во вселенной Batman. Как говорится в анонсирующем сообщении, она максимально расстроит нам персонажа Брюса Уэйни. Релиз намечен на 2016 год. На этом всё, мои дорогие. Не забывайте ставить пальчик вверх и подписываться на канал. С вами была Кэнди и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»